Здравствуйте! В эфире встречи с митрополитом Екатеринодарским Кубанским Григорием. Мы будем говорить не только о церковных обычаях, традициях и праздниках. Владыка ответит на все интересующие вас вопросы. Направляйте их на нашу электронную почту или звоните по телефону. Вы также можете направить видео вопрос, например, сняв его на камеру вашего мобильного телефона. Здравствуйте, дорогие кубанцы! С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Владыка, 22 августа мы будем вспоминать апостола Матфея. Его Господь избрал в числе своих 70 апостолов, 70 учеников. А после его вознесения он по жребию стал в числе 12 апостолов вместо Иуда Искариота. Вот расскажите, пожалуйста, что известно о Матфее? Какие дела его земные? Об апостоле Матфея, к сожалению, известно совсем немного. Точно известно о том, что он был избран через жребий по призыву апостола Петра в число 12 апостолов. Он проповедовал Христа, он проповедовал в Малой Азии, он проповедовал Христа в Иудею. По одному из преданий он был побит камнями за свидетельство о Христе. Для нас любой апостол – это пример того, как нужно любить Бога, пример того, как нужно, жертвуя всем, свидетельствовать о Христе. И каждый из нас, вспоминая святого апостола Матфея, должен задуматься о том, что он может сделать для того, чтобы вера наша распространялась, для того, чтобы вера наша стала верой доступной для очень многих людей, которые пока еще далеки от святого православия. Мы должны молиться этому апостолу, просить его сил, его содействия в том, чтобы и мы тоже были свидетелями Христовыми. Свидетелями Христовыми и через свое слово по заповеди Божьей, и через свой личный жизненный пример. А достигается это все тогда, когда человек очень хорошо знает христианство. Не только теоретически знает основные догматы нашей веры, но еще и знает, что такое духовная жизнь. Причем знает не на словах, а знает из своего личного практического опыта. То есть имеет опыт борьбы со своими страстями, со своим греховным началом. Владыка, 23 августа мы будем вспоминать Савву Старожевского. Это первый ученик Сергия Радонежского и его последователь. О нем очень многие великие люди и писали, и говорили. А Александр Сергеевич Пушкин даже его житие переложил на современный русский язык. Как вы думаете, почему вот такое особое внимание к его жизни? Савву Старожевский, один из учеников преподобного Сергия Радонежского, жил он в 14-15 столетиях. Он основал Савву Старожевский монастырь, очень известную современную святыню Подмосковья. Он был, можно сказать, одним из самых ближайших учеников, а еще и преемников, последователей, наследников, духовных наследников прежде всего, преподобного Сергия Радонежского. Некоторое время он даже был игуменом монастыря, который основал преподобный Сергий Радонежский. И продолжал те традиции, традиции монашеского общежития, которые установил в своем монастыре преподобный Сергий Радонежский. Один из князей, Юрий, сын Дмитрия Донского, пригласил его в свой княжеский удел, в Звенигород. И в одной из частей Звенигорода преподобный Савва основал монастырь. Сам Савва при жизни совершал очень много чудес. Он и наставлял людей в вере, утверждал их вере. Он исцелял людей от их болезней. Он проповедовал Христа. Он имел своих учеников. Обитель святого Саввы была одной из самых процветающих обителей. К сожалению, в советские годы она разделила участь множество других монастырей нашей церкви. Но после завершения коммунистического периода нашей истории этот монастырь был возрожден. Сейчас там проведены большие ремонтно-реставрационные работы. Монашеская жизнь возрождается. Сейчас этот монастырь является одним из паломнических центров. Многие стремятся туда попасть, чтобы помолиться перед мощами святого Саввы Старожевского. Известно, что этот святой занимался еще устроением одного из храмов Звенигорода. Тоже знаменитого храма Успенского собора. Именно из этого храма происходит известный всем Звенигородский чин. Это иисусные иконы, сохранившиеся. Считается, что они принадлежат кисти еще одного замечательного современника, преподобного Сергия, современника Саввы Старожевского, преподобного Андрея Рублева. Конечно же, самая известная русская икона. Это икона Святой Троицы. Она была написана в похвалу преподобному Сергию. Есть утверждение о том, что написана она была по благословению преподобного Саввы Старожевского. Святой этот, почитаем, святой этот известен. Известен и в русском православном мире. И за пределами нашего Отечества к нему прибегают мощи его. Чудом сохранились, что является для нас милостью Божией. Мы перед этими святынями всегда молимся. Лично я, когда бываю в столичном регионе, в Подмосковье, всегда стараюсь посетить этот замечательный, прекрасный монастырь. Ну, кроме того, известно, что еще род Романовых считал его своим покровителем. Так ведь? Совершенно верно. А считал он его своим покровителем по одному из чудес, связанных с преподобным Саввой Старожевским. Произошло это чудо в 17 веке. Царь Алексей Михайлович, второй из династии Романовых, охотился в лесах рядом с монастырем. Он оказался один на этой охоте. Его помощники, слуги, охранники почему-то разбрелись. И так получилось, что царь оказался один на один с медведем. И казалось, что медведь, ему казалось, что медведь сейчас подойдет к нему, его растерзает. Он был очень больших размеров. Но явился некий монах, который помог царю избавиться от этого несчастья. Монах зарубил топором этого медведя и исчез. Царь не знал, кого благодарить. Он пришел в Савва-Старожевский монастырь, стал спрашивать о монахах, которые были в лесу. Никто ему ничего внятного не ответил. Но когда царь зашел в храм и увидел сохранившееся на то время еще прижизненное изображение святого Саввы Старожевского, то в нем он и узнал этого монаха, который спас его жизнь, защитил его от медведя. Такой случай произошел. Еще известен один случай, который часто рассказывают в Савва-Старожевской обители. Он произошел в XIX веке. Во время нашествия французов на нашу страну. Французы, часть французского войска, под предводительством Евгения Багарне, пасынка Наполеона Бонапарта, хотели разорить Савва-Старожевский монастырь, разграбить, уничтожить, поубивать монахов и тех, кто там скрывается. Люди молились святому Савве. И святой Савва явился во сне Евгению Багарне и угрожал ему. Если ты это сделаешь, разоришь, то погибнешь сам здесь, в России. Если же не сделаешь этого, уйдешь отсюда, то ты живым вернешься из России, из этого похода. Евгений Багарне послушал, несмотря ни на что, святого Савву. И разорять Савва-Старожевский монастырь не стал. И он действительно, в отличие от других французов, по крайней мере от большей их части, живым вернулся на свою родину. Чудес, связанных с явлением преподобного Саввы, очень много. Я хочу поговорить о другом дне. 26 августа будет отдание преображения. Вот что это за праздник? Это особый чин какой-то будет. Ведь получается, что преображение отмечают целую неделю. Совершенно верно. Есть такая особенность у церковных праздников. Некоторые из них имеют некое предшествие, канун, который тоже может состоять из нескольких дней. Это именуется периодом предпраздненства. А есть еще и период попраздненства. В период предпраздненства накануне церковь нас готовит к празднику. Готовит через особые молитвы, через настрой на воспоминание того или иного священного события. Но есть еще так называемый период попраздненства. И отдание праздника в церковном календаре обозначается как некое его окончание. До отдания праздника звучат в наших храмах определенные молитвы, песнопения, которые прославляют Христа, прославляют Бога, совершившего тот или иной подвиг. Речь идет о преображении Господне. Вот это событие у нас и прославляется. Мы прославляем Христа, который преобразился, показал свою сущность. И молимся, чтобы этот нетварный свет и нам всем воссиял, чтобы он освещал нашу жизнь. Чтобы этот праздник принес нам духовную пользу. Владыка, и 26 августа мы будем вспоминать икону Божьей Матери, умягчение злых сердец или семистрельное. Вот скажите, это икона. Я понимаю, это две иконы, правильно? Они совершенно разные, но отмечаются в один день. Они символ того, чтобы люди стали добрее, милосерднее друг к другу. Вот что лучше, молиться этой иконе, просто о том, чтобы люди стали добрее, или самим показать пример? Действительно, это две разные иконы. В нашей церковной традиции эти иконы различаются. Семистрельное, умягчение злых сердец. Молитва, тропарь к этой иконе содержит такие слова, содержит такие обращения к Богородице. Умягчи наше злое сердца Богородице. Когда мы вспоминаем эту икону, мы вспоминаем евангельское событие Сретения. Вспоминаем слова, обращенные к Пресвятой Богородице, связанные с тем, что ее сына, богомладенца, люди распнут. Он предсказал это, предсказал страдание. И сказал, что тебе самой оружие пройдет сердце. То есть, ты будешь страдать. Будешь страдать у креста своего сына. Такое предсказание сделал святой Симеон Пресвятой Богородице. Мы же молимся перед этой иконой, молимся Матери Божьей. Просим ее, чтобы она наши злые сердца умягчила. Мы, православные христиане, призываемся к тому, чтобы смотреть прежде всего на самих себя. А ведь часто, к сожалению, мы бываем злы по отношению к другому человеку. Бываем коварны, у нас есть ненависть, мы зла другим желаем. Ничего с собой поделать не можем, осуждаем всех подряд, завидуем очень многим. Так часто у нас в жизни бывает. К сожалению, мы люди немощные. И мы просим Бога, чтобы Он по молитвам Своей Матери наши злые сердца умягчил, размягчил. Буквально изменил, чтобы наше сердце по отношению к другому человеку не было каменным. Перед этой иконой совершалось много чудес, много исцелений. Но самое главное чудо, которое совершается после молитв Божьей Матери у этой иконы, это то, что мы изменяем свое отношение к нашим близким. Чудотворная икона Семистрельная. Почитаема по всей России. У нас в Краснодаре тоже есть почитаемая икона Семистрельная. Находится она в храме в честь святого пророка Божьей Ильи нашего города. Каждый горожанин при желании может прийти в этот храм. Перед ней молятся и об умягчении своего сердца. Если нам не нравится поведение другого человека по отношению к нам, то мы тоже просим Матери Божью, молимся перед этой иконой Богородицы о том, чтобы она умягчила и наше сердце, и сердце нашего ближнего. дало нам понять, что все от Бога у нас. И мы только тогда получим милость Божью, когда сами будем этого достойны, когда сами милостивно со снисхождением отнесемся к другому человеку. В том числе и в моменты проявления, как нам кажется, зла со стороны другого человека по отношению лично к нам. Ну, наверное, не стоит желать зла этому человеку, как Вы уже сказали, а просто стоит помолиться, потому что он тоже не знает, что творит. Совершенно верно. Нужно вспомнить Христа, вспомнить Его слова. Христос для нас это всегда идеал и пример. Когда Он на кресте молился за своих распинателей, прости им, Господи, потому что они не знают, что они творят. Мы ни в коем случае не должны желать зла нашему обидчику. Господь всем нам воздаст не злиться и не стремиться отомстить, потому что все в руках Божьих. Владыка, почему именно семь мечей? Семь – это некое символическое число, которое встречается в Священном Писании. Семь – это число, которое обозначает полноту. Например, в шесть дней творения, а в седьмой день почил Бог от дел своих. Число семь достаточно часто встречается, и еще раз повторюсь, оно означает не что иное, как полнота. Так вот, Пресвятая Богородица и перенесла полноту всего зла, пропустила все это зло, которое было направлено против ее сына через себя, через свое сердце, оружие, и прошло через ее сердце. Вот что это означает. Владыка, и следующий вопрос пришел к нам на электронную почту от Сергея Семенова. Он спрашивает. Мне сказали, что землю возле могилы и нельзя поливать никакими препаратами от травы. Нельзя засыпать или накрывать плиткой. Так мы льем химикаты на усопших и наносим им вред. Так ли это? Этот вопрос не является вопросом компетенции священнослужителя. За могилами своих родных, близких мы должны ухаживать. Пускай это будет не уход, чисто приводящий к тому, чтобы порядок был на могиле, но еще и уход, связанный с тем, чтобы удобно было на могиле помолиться. Когда мы приходим на кладбище, на могилу своих родных и близких, то мы должны обязательно молиться за своих близких. Мы должны просить, чтобы Господь простил им их грехи и вселил их в свои небесные селения. На могиле должно быть чисто, аккуратно. Я думаю, что этими словами можно ограничиться. А далее уже, пожалуйста, вы сами решайте, как вы за могилами своих родных будете ухаживать. То есть это не имеет никакого отношения? Это больше относится к чистоте, к уборке? Конечно. Видимо, что употреблять? Это уже, наверное, какие-то домыслы такие бытовые. Совершенно верно. И зацикливаться, останавливаться на них не надо. Повторюсь, самое главное, чтобы вы молились. Просите у Господа, обращайтесь к Нему своими словами. Если вы хотите молиться по молитвослову, то сейчас тексты таких молитв, которые читают миряне, то есть несвященнослужители, на могилах своих предков имеются. И вы можете эти молитвы найти в молитвословах. И по этим молитвам помолиться на могиле. Но могила должна быть ухожена. А степень этого ухода определяйте, пожалуйста, сами. Владыка, следующий вопрос от Антонина. Ее интересует. Зачем нужно заказывать 40 молебнов? Я тоже не знаю, зачем нужно заказывать 40 молебнов. Существует действительно в народной среде некое поверье о том, что в случае заказа 40 молебнов, причем в разных храмах, одному святому одновременно можно упросить его о том, чтобы получить какое-то благо здесь на земле. Но это не так. Бог нас всегда слышит. Святые угодники Божии, наши самолитвенники, тоже нас всегда слышат, когда мы к ним обращаемся. Мы, самое главное, не должны забывать о том, что есть единое на потребу, что нам прежде всего нужно просить. И просить у Бога, просить усердно. Конечно же, не через одновременный заказ 40 молебнов. Достаточно одного молебна, достаточно один молебен в одном храме совершить и попросить Бога, чтобы он помог нам утвердиться в вере православной. Если мы будем тверды в вере православной, то нам в наших молитвах к Богу будут открыты любые двери, любые вечные блага. Бог нас всегда слышит. Святые угодники Божии тоже нас любят. И нам желают всякого блага. А когда мы к ним обращаемся, даже единожды обращаемся, утром, вечером, они тоже нас слышат. Так что вопрос о заказах 40 молебнов, причем совершения их одновременно, является неким недоразумением. Я бы даже сказал, неким суеверием, которое сейчас, к сожалению, распространено в среде православных мирян. Я представила, где же найти 40 храмов одновременно, чтобы заказать молебны там. Тем не менее, люди сами себе по глупости, по недоразумению, по недопониманию основ нашей веры ставят перед собой именно такие задачи и более того, стремятся их выполнить. А следующий вопрос прислала Наталья Вознецова. Она спрашивает, как правильно произносить просительные молитвы? Как вообще нужно просить Господа о чем-то? Еще раз повторюсь. Господа нужно просить об едином потребе. Прежде всего, о том, чтобы Он простил наши грехи, помог нам исправиться. Если вы будете молиться по молитвослову, читать молитвы утром и вечером, то в этих молитвах обращены наши просьбы именно об этом, чтобы Он нам помог по жизни идти так, как нам заповедует жить Бог. Нужно к Богу обращаться искренно, со вниманием, не ставить перед собой какие-то грандиозные задачи в числе молитв. Лучше читать молитв немного, но с благоговением, с покаянием. Нужно читать молитву. Самое главное еще внимательно. Не забывать о том, что молитва – это наше обращение к Богу. Это ни в коем случае не диалог с Богом, потому что диалог может быть только между двумя равными личностями. Мы Богу ни в коем случае не равны. Мы должны осознавать, кому мы обращаемся. Поэтому, повторюсь, это нужно делать с вниманием, с неким сосредоточением. Нужно делать это с покаянием, и нужно это делать с искренним своим обращением к Богу. Тогда наши просительные молитвы Бог услышит. Но будем помнить слова. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Это заповедь Христа Спасителя. Она обращена ко всем нам. Большое спасибо, Владыка. Храни вас Господь, дорогие кубанцы. Всего вам самого доброго. Милость Божья добудется всеми вами. О нашем телезрителе я напоминаю. Ваши вопросы, Владыки, направляйте на нашу электронную почту или звоните по телефону. Вы также можете направить видеовопрос, например, сняв его на камеру мобильного телефона. Всего вам доброго. До встречи.